Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкая телефонная линия на этот раз не была горячей. За три часа первому заместителю председателя, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Лицкого райисполкова Николаю Климуку поступили лишь девять обращений. Все-таки тепловые линии дают очень много, потому что много очень вопросов снимается, много с людьми беседуем. Особенный день для новобранцев. Слова торжественной клятвы в Лиде произнесли 113 военнослужащих погранотряда и 116 штурмовой авиабазы. Я гражданин республики Беларусь, Васюкевич Артем Юрьевич. Торжественно клянусь. Первая жертва зимней рыбалки. В Лицком районе в субботу на озере около деревни Филоновцы в воде погиб 26-летний житель Ашмян. Он получился ярким и богатым на мероприятие. Год культуры на Литчине официально закрыт. Год культуры для города Лида и Лицкого района. Он стал очень важным и знаменательным. Это был анонс «Сейчас подробности». Три часа и девять вопросов. Такой была прямая телефонная линия, которую в минувшую субботу в Лиде провел первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Климук. Дозвонившиеся жаловались на неубранную листву на проспекте Победы, плохое отопление в доме номер 10 по улице Пралыгина, недостаточную температуру горячей воды в доме номер 20 в Южном городке, отсутствие ящика для песка возле 43-го дома по улице Гастелло. Была жалоба и на качество подаваемого сигнала кабельным операторам «Диапазон». Поднимался в субботу и вопрос о перерасчете кредита на жилье в связи с ликвидацией в многоэтажном доме мусоропроводов. Два звонка на прямую телефонную линию поступили от сельских жителей. Они просили решить вопрос с уличным освещением. Все-таки эти промые линии дают очень много, потому что много очень вопросов снимается, много с людьми беседуем, некоторым разъясняем, на месте соглашаются. То есть я считаю, что все-таки промые линии должны быть в будущем. Что касается сегодняшней промой линии, то я бы сказал, что таких серьезных вопросов нет. Были некоторые вопросы в основном по жилищно-коммунальному хозяйству. Это где-то недостаточно отопления, где-то недостаточно горячая вода. Но чтобы таких серьезных вопросов-то не было. Был один вопрос по поводу освещения одной улицы, но для того, чтобы сделать освещение, то надо делать проектно-смертную документацию. Скорее всего, что этот вопрос уже будем рассматривать и при возможном финансировании на следующий год будем этот вопрос решать. По номеру 524243 на этой неделе в субботу жители нашего региона смогут задать вопросы заместителю председателя Лицкого райисполкома Ярославу Миковозу. Работать прямая телефонная линия будет с 9 часов и до полудня. К другим темам. Военная форма, отчеканенный шаг и автомат на груди. Минувшая суббота стала особенным днем для новобранцев. В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси 10 декабря солдаты принимали военную присягу. В торжественной обстановке клятву на верность Родине дали около 7,5 тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и около 2 тысяч на службу в резерве. Слова торжественной клятвы произнесли и военнослужащие Лицкого погранотряда из 116-й штурмовой авиабазы. Материал Марии Крушевской. Я, гражданин Республики Беларусь, Усюкевич Артем Юрьевич, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских усамов и приказы командиров и начальников. Лицкие пограничники военную присягу принимали у кургана бессмертия. Затем, как они произносили слова клятвы и обещали выполнять воинский долг, мужественно охранять независимость, территориальные границы и Конституцию нашей страны наблюдали их родные и близкие. К торжественности мероприятию добавляло и место его проведения. Символично то, что эта церемония произошла на кургане бессмертия в год 75-летия подвига пограничников в первые дни Великой Отечественной войны. Я думаю, те ребята, в основном они у нас все из Гродницкой области, которые сегодня принимали присягу, они будут достойны служить и будут всегда помнить о том подвиге, который совершили пограничники в первые годы Великой Отечественной войны. И я надеюсь, что за те полтора года, которые они будут проходить службу, они овладеют в полном объеме военной профессией, военными специальностями и будут достойными защитниками нашей Родины Республики Беларусь. Лицкий погранотряд во время осеннего призыва пополнили 84 новобранца. Все они – жители Гродницкой области. 28 из них призывались из Лицкого военкомата. Сергей Сушко – слонемчанин. Он считает, что Лицкий погранотряд – одно из лучших мест службы и поэтому рад, что был направлен именно сюда. В один из важных дней в его жизни, поддержая солдата, приехали и родные. Для меня сегодня торжественный день. Я мечтал, это 6 класс, принять присягу. Сегодня на присягу пришли мои родители, родственники, друзья. Я очень рад им, что они меня поддержали в этот ответственный день. У Кургана Бессмертия родных собралось в разы больше, чем принимающих присягу. Приехали родители, бабушки и дедушки, любимые девушки и друзья. Мамы вытирали слезы, отцы с гордостью смотрели на своих выросших сыновей и с ностальгией вспоминали свое армейское прошлое. Сегодня присяга у моего сына. Я за него горжусь. Сам когда-то служил, принимал присягу. Отец мой служил. Ну, в общем, как-то на душе радостно и гордость немножко. Ну, вот сегодня все собрались здесь. Жена, сестры, девушка. В общем, мы рады за своего сына. Город из-за своих парней испытывали и возлюбленные. Они обещали ждать и обязательно дождаться. Моего парня зовут Андрей Гурчин. Мы уже встречаемся 8 месяцев. Пришла я на присягу посмотреть на него. Уже давно не виделись, соскучилась. Дождусь, конечно. Ну, а там семья, дети. Торжественная церемония принятия присяги прошла в субботу и в 116-й штурмовой авиабазе в Лиде. В этот день здесь присягнули на верность родине 29 солдат. Мой сын принял присягу. Стал настоящим ура солдатом. Гордость переполняет, конечно. Радует, что попал в эту часть. Отзывы хорошие от части. Счастливой службы ребенку. После торжественной присяги солдаты получили первое в своей военной жизни увольнение. Провели его с родными и друзьями. Поговорить было о чем. Ребята рассказывали о жизни воинской части и о том, насколько их представление о солдатских буднях совпало с реальностью. Первая жертва – зимней рыбалки. В Лидском районе в субботу на озере около деревни Филоновцы в воде погиб 26-летний житель Ашмян. Он приехал на водоем со знакомыми, чтобы порыбачить. Однако в 9 часов утра провалился под лед и самостоятельно выбраться из воды не смог. Помочь ему пытался один из товарищей, который позже уже сам нуждался в профессиональной помощи. Прибывшие лицкие спасатели вытащили его на берег и передали медикам, которые доставили мужчину в реанимационное отделение районной больницы. Толщина льда на водоеме, где произошла трагедия, была не больше 5 сантиметров. Всю эту неделю инспекторы ГАИ будут уделять особое внимание использованию водителями и пассажирами ремней безопасности. С 12 по 18 декабря Госавтоинспекция Беларуси проводит профилактическую акцию «Пристегнись». С начала года к административной ответственности привлечено уже 2089 водителей, из них 305 повторно в течение года. Что касается пассажиров, то их привлечено 130. Хотелось бы также отметить, что водитель, либо пассажир, который находится в салоне автомобиля и не пристегнут к временам безопасности, получает травмы, порой несовместимые с жизнью, из-за того, что просто может удариться либо друг о друга, либо о предметы, которые находятся в салоне автомобиля. Нелищник также будет напомнить ее административную ответственность, которая наступает в случае, если водитель не пристегнут к временам безопасности. На первый раз это штраф до одной базовой величины. Если же данное нарушение совершено повторно в течение года, то штраф от двух до пяти базовых величин. Что касается пассажиров, то там штраф от одной до трех базовых величин. Год культуры на Личине официально закрыт. Финальным его аккордом стала концертная программа под названием «И не прервется нить традиций». В дворце культуры, где она проходила, побывала наша коллега Анна Войтулевич. Кажется, еще совсем недавно на Личине открывали год культуры, а уже пришло время его закрывать. Год культуры в нашем регионе был ярким, веселым и богатым на мероприятия. В разных учреждениях культуры их прошло более четырех с половиной тысяч. Как итог, Лида названа городом культуры в год культуры. Год культуры для города Лида и Лицкого района он стал очень важным и знаменательным. Я хочу отметить, в первую очередь, что город Лида стал культурной столицей Республики Беларусь, среди населенных пунктов районного подчинения. Я хочу отметить, что это заслуга всех Лича, не только работников культуры, но и работников ЖКХ, которые также приняли достойное участие в годе культуры. Город Лида стал самым благоустроенным городом в Республике Беларусь. Лицкие пляжи нашего городского озера, озера Третьего Малейковщины, отмечены в Республике как самые лучшие и самые организованные для отдыха Лича. Я хочу отметить и стремление наших спортсменов поддержать год культуры тем, что они показали выдающиеся результаты в спортивных мероприятиях. Вообще на год культуры работал весь район. Что касается наших учреждений культуры, я хочу особо отметить наш дворец культуры, который сегодня принимает артистов республиканского и международного уровня. Я хочу поблагодарить Личан за то, что они оказали поддержку нашему дворцу культуры, посетили все культурные мероприятия. Они не оставили в покое нашу библиотеку, которая сегодня является одной из лучших в Республике Беларусь. И 16% от комплектования библиотек сегодня были направлены на приобретение новой литературы, новых книг, новых авторов, для того, чтобы Личане продолжали поддерживать нашу сферу культуры. Эпицентром культурных мероприятий в год культуры были, конечно же, учреждения культуры. Здесь проходили концерты, фестивали, конкурсы, выставки и пленеры. Были реализованы проекты, направленные на пропаганду белорусского языка и литературы, национальной культуры, истории, обычаев и традиций предков. Среди наиболее значимых – конкурс традиционных блюд «Спознай смак своей кухни», конкурс ручной козьбы «Извинить коса живевезка», проекты «Згуки батьковшины» и «Обрады моей краины». В январе 2016 года начался этнопроект «Обрады моей краины». Работники сельских клубных учреждений изучали обряды и потом воплощали их в жизнь. Прошли такие обряды, как «Луканье весны», «Юрия», «Троица». Впервые в этом году в детском районе прошел обряд «Камоедицы» и «Жанить Бакомина». Проведенные мероприятия традиционной культуры в этом году показали, что у нас богато культурное наследие. И поэтому мы не только пытаемся его сохранить, но и передать молодому поколению. И благодаря году культуры мы еще раз акцентировали на то, что у нас для себя и для жителей Республики Беларусь, а также для всех гостей нашего города, зарубежных гостей, что мы богатая нация на таланты, и мы этим гордимся. Литчина традиционно приглашала и на культурные мероприятия областного и республиканского уровня. В год культуры здесь прошли республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «Львенок», открытый областной детский джазовый фестиваль-конкурс «Птица», региональный фестиваль-конкурс детского вокально-эстрадного творчества «Звездный дождь», региональный фестиваль-конкурс по брейк-дансу «Лида Стайл». Хозяева показали высокий уровень подготовки и завоевали десятки призовых мест. Успешным год культуры был для педагогов и учащихся Литской детской школы искусств. Им покорялись не только культурные вершины Беларуси, но и зарубежья. Шесть детей, шесть наших учащихся получили в этом году различные формы поощрения специального фонда президента Республики Беларусь. Кроме того, мы значительно увеличили контингент школы. Сейчас в школе обучается порядка 770 учеников. Все отделения, которые работают, безусловно, дают свои результаты. И хочется сказать огромное спасибо нашему коллективу творческому, целеустремленному, преуспевающему. Я надеюсь, что и следующий 2017 год будет значимым для нашей школы. Вообще 2016 был отмечен и Министерством культуры, и Республика Беларусь в плане того, что нашу школу знает, любит. И один из наших проектов, это Республиканский фестиваль конкурс детского искусства «Львенок» котируется в нашей республике и уже за рубежом. Приезжают дети не только из Литвы, но и России. Поэтому надеюсь, что результаты будут в дальнейшем еще более значимы и более успешны. Свою лепту в признание Лиды городом культуры в год культуры внес и дворец культуры. Здесь было проведено более тысячи различных мероприятий для взрослых и детей, которые посетили десятки тысяч зрителей. Литчане увидели выступления белорусских и российских звезд эстрады и побывали на юбилейных вечерах местных творческих коллективов. Во Дворце культуры не раз звучали поздравления с профессиональным праздником. 2016 год, объявленный Годом культуры, это проявление уважения и внимания к нашей сфере. И не только в объемах национальной культуры, но и к учреждениям культуры в регионах, творческим, любительским коллективам. Для нашего Дворца культуры этот год был ярким и насыщенным в проведении мероприятий, как новых проектов, так уже и полюбившихся для наших леча. Но акцент мы сделали мероприятия, посвященные семейному моду, так как именно в семье зарождаются азы культуры, семейные традиции. Наш коллектив очень рад, что мы смогли внести достойный вклад в копилку достижений, которые позволили нашему городу стать победителем номинации «Лучший город культуры» в Год культуры среди городов районного подчинения. На торжественное закрытие Года культуры были приглашены представители всех учреждений культуры личины, а их 12. Плоды своего труда они представили на выставке достижений, которая разместилась в фойе Дворца культуры и которую могли оценить все гости. На сцене же в это время выступали творческие коллективы нашего района. Духовой и камерный оркестры Лицкого музыкального колледжа, образцовые ансамбли танца «Забавушка» и «Солнышко», рыцарский клуб «Диес Магна», музыкально-хореографические коллективы районного центра культуры и народного творчества, студия бального танца «Феерия Дэнс», фаер-бригада «Огненные вороны». Коллектив Лицкого историко-художественного музея представил зрителям музыкальную зарисовку и предложил прогуляться по Виленской улице. Работники районного центра культуры и народного творчества в музыкально-хореографической зарисовке «Кола Часу» показали самобытность народных традиций. Закрытие года культуры на Личине получилось ярким и запоминающимся, как и все мероприятия, проведенные в 2016 году. Жителям нашего региона и его гостям будет что вспомнить и о чем рассказать. Все было очень интересно, разнообразно, многому можно было посмотреть, научиться. Так как я музыкант, мне запомнилась активная творческая деятельность. Мы выступали везде, и в Лиде, и даже за пределами Лиды. В Литве выступали, в Минске выступали. Активная творческая деятельность. Очень хорошо, весело. К нам и гудский гармоник приезжал, и из Вильнюса приезжали, в нашу шансовский культ. Очень хорошо. Побывали много. Я с первых дней участвовал в печках-лавочках наших, в гончарах. И до последнего, сейчас мы уже не участвуем пока. Не знаю, когда поедем. Везде побывали, и во всех деревнях нам очень понравилось, очень хорошо. Мы ходили в поддержку концерта Алены Стацевича. Вот мы были в Санит-Алкае приезжал, да, мы там были. Потом еще мы ходили на концерт Аллегровой, ведомого дворца. Впечатлений было масса. В основном, как бы, летом. Ну, все праздники, которые проходят в нашем городе, очень замечательные. Всем спасибо. Год культуры на Лидщине официально закрыт. Однако это не значит, что в 2017-м культурных мероприятий в регионе будет меньше. Работники всех учреждений культуры уже думают, чем будут удивлять в следующем году. И пусть названий у проектов еще нет, в том, что они тоже будут успешными, сомневаться не приходится. Ведь в городе культуры иначе быть не может. Телевизионную версию мероприятий и не прервется нить традиций, посвященного закрытию года культуры на Лидщине, смотрите на нашем канале 1 января в 19 часов и 2 января в 9 утра. На текущей неделе в Беларуси будет на 1-3 градуса ниже климатической нормы. В первой декаде декабря похолодание сменяли оттепели. На этой неделе зима не уступит в свое место, хотя в некоторые дни погробностей области возможен и небольшой плюс в дневные часы. Прогнозируется кратковременный снег и гололедица. В конце выпуска немного спортивной информации. Хоккейный клуб Лида радует своих болельщиков. В субботу на выезде он заработал очередные 3 очка. В третьем матче второго этапа чемпионата Беларуси в экстралиге рыцари встречались с хоккеистами Бреста и одержали победу со счетом 3-1. Лида продолжает лидировать в группе «Б». Следующее ледовое сражение «Красносиние» проведут на домашнем льду. 22 декабря они примут Могилев. Матч начнется в 19 часов. Наш выпуск завершен. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра, затем рубрика «Есть вопросы» и блок рекламы. После не пропустите в эфире Лида ТВ программу о чрезвычайных происшествиях «Полный дозор». До свидания. Партнер программы «События» – Лицкий хлебозавод. Всегда ароматная и свежая продукция. Выпеченная с любовью по традиционным и новым рецептам. Лицкий хлебозавод. Лицкий хлебозавод.